Слушай, Александр, что там? Да я давно эту мысль у меня в голове кружится. Ну, апостол говорит так, если приходят к вам и не приносят учения, которые они преподали ученикам своим, то те не принимайте и не здоровайтесь с ними. Вот я в отношении людей, которые реально просто богопротивники, которые входят в храм, могу не с ними просто не здороваться, по словам апостола. Раз они не несут это участие. Вы этих людей-то не знаете, поэтому приветствовать по-разному можно. Почему говорили? Потому что они, Господь говорит, не приветствуйте, не теряйте время зря. Он останавливается, ну как дела? Да там, ну как, приняли на работу? А как дети учатся? А теща у тебя болела? Он стоит, время тратит. И что говорит? Здравствуйте, а он пьяница бутылку выпивает за раз. Ты ему еще здоровья пожелал, теперь две выпивает. А как? Доброе утро. Гутен Морган, можно сказать. Все. Ничему не обязывает. Но я желаю, чтобы оно было утро доброе, дождя там не было, я легко одетый. Так угодно. То есть вы в его делах не участвуете, не разговариваете, не останавливаетесь. Но поприветствоваться можно. А если это идет начальник с вашей работы, протягивает руку. Ну что руку я возьму? Что, передал ему что-то? Ну принято так. Я считал он, как он, на Амазонке, там такие дикари живут. Он идет и издалека зубы показывает, что я тебя поносить не буду. Показывает руки сразу вот так. Оружия нет у меня. У них приветствия много включает. А когда бывает так вот, едешь на велосипеде, а родственникам идет, махнутый-ка головой. У нас это означает за приветствие. Военный едет, он поставил руку, как положено. А другой бывает, тебе вперед вытягивает, тоже приветствует, хайль кричит. Я говорю, раскрывшая хайло. По-своему. Так что тут надо разбирать. Тут большой диапазон. Я стою в Софии, Болгарии. А в это время красный свет. И я гляжу, за рулем сидит мусульманка. Ну видно, что очень хорошее. Такое лицо, так она одета. Но я до того и люблю это. Я вот так вот, как глухонемые говорят, показал голову, потом сердце. И поклонился я, а она завулыбалась и мне поклонилась. Мусульманка. Такая, видно, что не толстая. Вот я ее поприветствовал, да, но мы не разговаривали. Я только показал, что какое у нее одеяние хорошее. Скажут, а муж там был бы, он как, ну а что будет? Вот я дорогой иду с женой Мулы. Мулы, это у них как священник-то. Ее звать Самира. А Самира означает собеседница в переводе. Но она меня отвела в мечеть. Я заходил там, молился. И как вокруг меня они все рассказывают. Скажут, да вы выдунуете? Сохрани Бог. А вот надо вну их разуваться. Разуваться стало в дороге. У меня носки одни дырки. Это носки тоже снял и босиком. А она пошла там в другое место. Нам говорят, нельзя сюда заходить. А у них вдоль стены сидят некоторые мужики, около одного небольшого мальчишка. Между двумя намазами, время, двумя молитвами. Ну я тогда, как у них принято, я пошел по самым куполам, поклонился. И последний поклон сделал, как они вот так вот стоят, головой до земли, а спина так поднятая. Встал, когда я. А они вокруг меня уже кольцом вот так вот, кольца два стоят. Когда стали говорить. О, да я учился в Петербурге, да я там военный там. Они у меня по плечу хлопают. Я когда вышел, стал рассказывать, нас смеется, говорит, люди-то разные. Когда идем дорогой-то, я говорю, мы сейчас сядем в троллейбус-то, это не в троллейбус-то, а там автобус-то. А увидишь, что мы на одной сидим, на одном сиденье-то, тебе нельзя? Да нет, отец Игнать, а она, ой, отец. Какая-то женщина увидела и говорит, а ты что, муж ваш, на меня? Она говорит, нет, это мой учитель приехал, это мой отец духовный приехал. Она ему говорит. Идем мимо такой парапет большой, там ребятишки ноги свешили. Ну, на уровне головы, она, отец Игнатьевич, расскажи им о Христе. Жена Мулы. Господь как располагает? А почему? Она говорит, вчера у меня зуб прям хотела идти к стоматологу, невозможно, говорит, прямо не спала. Ну вот вы как-то как в дом вступили, у меня, говорит, мгновенно перестало болеть. Я говорю, может, отпережу? Нет, это Господь с вами. И она, ученикам расскажи этим сидят, там ребятишки. Я говорю, да они по-русски не понимают, Азербайджан, Баку. Нет, говорит, я буду переводить. Вот как Бог располагает. Я еще все это в дневнике веду. И у меня тут есть такая хорошая знакомая, она бывает здесь. В Голубевой Екатерине. Я ей материалы скидываю, она их начитывает. Ну и переписку с этой, с Амирой много лет было у меня. Ну и вот, перепишем. Я ей отдам, чтобы она ее по частям разбила. Очень хорошая переписка. Так она обратилась, не обратилась? Обратилась. Ты знаешь, когда обратилась. Мы разговаривали в утро, с ее нету. Я заглянул, а она молится на кухне. Я сразу же туда, и колени преклонили. Смотрю в другой раз. Прошло немного времени, как у нас семикратная молитва. Она на балконе молится. Я сразу встал на колени, стали молиться. Ну и что я сделал не так? А вы с мусульманами молились? У мусульман, библиотекари, в основном мужчины. Ну и в одном месте мне книги надо подарить. Я сказал, а он, мужчина, так обрадовался. Я говорю, мы поднимались, а тут по лестнице-то ей написано, комната для намаза. Мы дернули, а там закрыто. Ну и когда мы поприветствовались, уже по рукам ударили, он там обнял. Я говорю, а у вас можно зайти помолиться? Можно. Он трубку снял сразу. Мы когда вышли, а уже открыто, мы тут уже разулись наружу, зашли. Двое молились, а один снимал. Видите как? А другие узнали, что мы приехали. Они нас затащили в магазин. Берите, что хотите. Мы говорим, а что же будем брать-то? Там сыр такой вот круги. Нет. Ну вот лепешку, я говорю, вот тут лаваш мы бы взяли. Там помидоров дали маленькие. Очень приветливые. Мне говорили, ну ладно, вы уж хотите умереть за Христа, мы знаем. Но молодых-то зачем берете? А мы были в Чечне, одно из лучших мест. Мы там раза три были. Спросили, улица идет, улица имени Путина. Я такого не встречал нигде. И ведет туда, наоборот, библиотека нужна. Там на конце библиотека. Мы пришли у них там, ну, небольшой регион-то там. Министр приехал, они с нами встретились, вышли. Сфотографировались. Женщины не будут фотографироваться. У меня снимки. Все не будут-то. Это бог располагает так. Вот все мы готовились. Я узнавал, в каком государстве что. Все это перепечатал. Я переплетчик, реставратор. Все переплел. У меня отдельный большой журнал был. Нигде не потребовалось. Почему? А мы ничего не нарушали. Не нарушали. Есть такие моменты. Даже нельзя кормить голубей. А мы не кормили. Еще что-то. Ночевать, вот где там принимают и заправляют и проще. Нельзя только в гостинице. А мы тут остановились. У нас с собой большая собака-ураган. Ученая. Защипированная. Мы только сели обедать. А она привязана рядом. Полиция едет. Что мы неправильно сделали. А мы знали, что неправильно. Но мы будем ночевать тут. Нам нельзя, у нас большой груз. Мы не можем оставить машину брошенную. А собака как залаяла. А они уже вылезли. А они все равно раз в машину уехали. А наши бы тут, кажется, перестреляли тебя. Мы увидели, сколько людей добрых. Как они помогают. Вот даже не расскажешь. Где мусульмане рядом, дороги делают. А мы там останавливаемся, молимся. Нас в обиду они не дадут. Они очень любят, когда люди молятся. Мы не знали, как там тоже ехали. Такой город прямо у моря стоит. Ну и глядим, они молятся. У нас с собой одеяло. Мы раскинули за Стархан свой. Тоже давай молиться. И нас... Еще в Советский Союз был. Нас не тронули. Вот как... Бог все делает это, миленький мой. Мой, как-то тактику-то меняйте маленько. Он и не такой. Это попроси, чтобы тебя Бог просветил. Вот я уж сколько думал. Здравствуй, не говори. А если начальник руку подает, я ему взял... А какой начальник? Прокурор края. Генерал-лейтенант. Он везде помогал и руку продает, и я... Подает руку, я бы как... Ректор. Главный ректор. Это как директор университета. Больше 30 тысяч студентов. Он... Это Бог делает. Он заходит, а я веду занятия. У меня фотография есть. Сфотографированы. И он взойдет, обнимет, поцелует и говорит... Сух, аудитория у меня полная говорит, я перед этим человеком склоняю голову. Вот это я его не заставлял. Но я скажу, не лезьте ко мне. Я святой. А он такой добрый. Ну что я могу сказать? Это Бог делает. И при том людей располагает. Да, я сильно занимался боксом. Все. Еще с кем драться буду? Мне не надо это. Подставить щеку надо, а не ударить кулаком по другой щеке. И вот я, Александр, бываешь, смотри, лишний раз не мельтешись перед глазами. А люди вышли, ты их не знаешь. Напиши это все. Вот то нельзя, другое нельзя. И скажи, я здесь прихожанин. Вот вам, посмотрите, дома посчитайте. И свою визитку дай, что здесь бываешь. Ну, маленько ты меняйте тактику. У меня полный карман этих визиток. Мы все это сделали, отпечатали очень красиво. Вот. Вот смотри, я сейчас покажу, какое. Я не знаю, видно или не видно. Видишь, какие у нас. Это визитка. А на обратной стороне, на обратной стороне все наши данные. Ну, не видать, видать. Ну, я отпечатывал такое уже. Во, 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 во. Теперь смотри. Ну, по-разному где-то. Мы приезжаем в Грузию, а у меня там крестник. Отец Наум Израильевич Борщуков. Меня до того он удивил. Люди не знают, что мы приедем. Никто не ждал нас. Ну, и там побыли, помолились уезжать с сумками. Там то другое все у них как будто ждали. Я так и не понял. Отец Наум, да откуда они столько взяли-то? И он меня сразу представил. Я говорю, проповедь. Я говорю, предложение переводчица переводит. Но вначале я говорил, быстрее. Отец Наум говорит, она не успевает переводить-то. Ну, ошибся. И все это в интернете стоит. А ведь он-то был-то совсем не православный. Представь себе, не как-то что-то, а чистопородный еврей. И стал священником. Как говорят, с евреями надо бороться. Говорю, надо как? Любовью. Другого оружия нам Бог не дал. У меня следователь обратился, стал священником. Ну, если бы я начал, его все бороду не трогал. Стал священником, да не каким-то одним из лучших. Следователь КГБ. Вы найдите еще такое где-нибудь, что? Бог делает это. У вас гордость не подходит? А я не знаю, что это такое. Мне некогда. У меня глаза слезятся, уши не слышат. Колени не могу согнуть. Вот сегодня тут все хорошо, а там мест, который один из красивейших мостов. Я сейчас тут закончу. И пойду туда и обратно. Должен ходить до 7 километров. Зайду на мост. И мы под мостом молимся, чтобы мост сохранил Господь. И мы, я об этом написал министерству путей сообщения в МВД. Ну, и спросили, как я, где он нашел 13 уездовых мест, где мост могут взорвать. Взорвать вручную. Три движения, где идут тремя дорожками. С той стороны и с другой. На огромной скорости идут машины. Длина через обь 940 метров. Почти километр. Ну, так в кучку-то забейся, где еще ты узнаешь где-то. Надо молиться. Куда пойти? А надо ли идти? Ночью молишься ты или нет? Выпросил у Бога дар слез. Павел говорит, три года учил вас со слезами. Вот на все, когда посмотришь, критически на самого себя. Ну, и глядишь. Вот у меня были сколько священников против-то. Почти со всеми, которые не умерли, наладились отношения. А как? Бог прислал митрополита такого, который к нам приезжает в Потеряевку. Служит. И вот я книгу к истину православия переиздал. Посмотри, сколько фотографий с ним. Мы как-то созвонились, и я пришел побеседовать с митрополитой. Я говорю, один час восемь минут. Час восемь минут. Я говорю, Владыка, ну вы-то хоть что-то скажите. А тут с ним съемка идет. Он говорит, золотые слова, Игнатий. Не умолкайте. Да коли Господь вас не призовет с собой. Вот как. А было тут против нас епископы. Кто к нам приезжает, епископ предупредил. Священников всех сразу за пределы, говорится, церковь поставлю. А его убрали. Почему молитва? Мы молились об этом. Это Бог делает. Поэтому я советы даю, когда они почти невыполнимые. Установи молиться ночью. Поставь будильник. А во сколько? Ну смотри, после 12-ти чтоб было. Попробуй. А может быть у тебя и раньше, если ты раньше ляжешь. Вставай всегда в 4.40. Почему? Не знаю почему. Я знаю, это какой-то священный точка такая. Я не знал никогда. Потом вдруг мать Тереза. У нее там десятки тысяч, которые там монахини, помогают в Индии, трудятся везде. Тоже в 4.40 встают. Это знак Божий. Но уже в тюрьме я вставал, когда я держался, ровно в 4. У меня сразу переменилось. В Америке был. Как будто кто-то мне график меняет. Я никого не знаю здесь. В 4 часа. В 4 я до утра успеваю все сделать, помолиться. Ну и дальше в путь-дорогу. Ты меня слышишь, Александр? Тогда да, я в 4 тоже встаю, отец. Все? Молодец. Так, я тебе опыт передаю. Не мельтеши лишний раз перед глазами, кто там Евгений, кто священник-то. И молиться начни, начни с человека 2-3, чтобы вас поддержали. Образуй маленькую группу, образуй, которая у вас за столом будет сидеть. Не просто ты один. И ты будешь, что тебе как. Шестое качество лидера – это привлекательность. Есть она у вас или нет? Я сколько раз говорил. Первое, что воображение, знание, умение, решительность, беспощадность, привлекательность. Пять качеств у лидера есть, шестого нет. И практически очень мало кто такое имеет. Вот как. Это не означает, что распусти вожжу. Нет. Вот у нас строгая дисциплина. Я начальник детского лагеря. Один лагерь на весь Советский Союз был православный. Один. И я директор его 45 лет. Как принять, как вернуть, чтобы было интересно, чтобы дети здоровые были. И игры есть, и моления там. И в церковь ходим. Ты понимаешь, сколько было? Притом, без помощи государства. Тысячи детей подняли. Ну, ну, избери себе такое. Ты лишнее, куда попал, уже не полезешь. Это Бог покажет плоды. Вот здесь Бочков выступил, отец Павел. Я его не видал. И он говорит, и Игнатий говорит, по-разному воспринимает. Но тысячи людей пришли в православную веру, православную патриархию. Вы это куда денете? И они сразу замолкли. У них ничего нету. Они только вокруг моей колокольни бегают и мочатся на нее. Как Лев Толстой говорит. Вот, миленький мой брат. Так, начинай работать по большой программе. Господь все перед тобой будет смирять. Я вот здесь не выставаю, бывает недовольный. Как вести себя в тюрьме? Где? Сохрани Бог тебя за кого-то. Что сказать? То он прав, а тот не прав. Будет враг. Ночью глаза лишишься. Только молись. У меня день разбитый был в камере на пять частей. По часу, по полтора каждый раз молюсь. Каждые два дня полностью прочитывается псалтырь. Тысячи поклонов. Ровно за неделю Новый Завет. От восьми до десяти проповедь. Ни у кого этого не было. А кто? Господь мне это показал, расписание дал. И меня на другой день уже полковник вызвал там, начальник этого СИЗО, 18-1, директор Соломин Александр Семенович. И всегда родной мой, ну, садись, побеседуем. Пройдет время, опять он меня вызывает, посыльный. Приведут к нему, опять родной мой. Я хотел вот еще спросить. Я спрашиваю, кто сидели. Отец Глеб Якунин, семь лет в якутских лагерях. Отец Дмитрий Духов, Зоя Крахмальникова, Светлов. Ни у кого такого не было. А почему у вас такое было? Это вы с ними сотрудничаете? Это баптисты на меня. Что сотрудничать-то? Мы все должны сотрудничать. Что я сотрудничаю? Если я сказал людям не курить, и в камере это сотрудничание, так они уже люди-то, которые в камере и говорят. Я молюсь, а в это время кто-то зашел. Но я же слышу. Мать-перемать. Но я не отвлекаюсь. И в это время один говорит, мужик, ты помело свое прикуси. А что? У нас батюшка молится. Он за всех молится. Тут сроки стали давать меньше раза в два. А то им так показалось или что? Ну, ехали при хорошей статье. Возвращаются. И мне в записке есть всякие стучат. Передают, что помолитесь. Мне некогда было кому-то там смотреть как. Я только за собой смотрел. И когда день Благовещения был, как они сумели там, а там баландеры называются, осужденные. Ну, родители кому-то взятки дали. И они тут при тюрьме. Но они работают. На кухне. И они узнали, что едят рыбу. И они там где достали рыбу из общей или где там на блюде. И едва в кормушку пропустили. Всю камеру накормили. У вас же сейчас едят в сегодняшний день. Да едят. Но мы порешили, вот для вас сделали. Я их ни одного не знаю и не узнал. Заключенные. Это что означает? По любви, любовью Бог отвечает. Миленький мой. Меняй тактику. Два раза сказал, три раза. И надо говорить так, чтобы священник не видел. Не раздражай его. У него имя Евгения означает породистый. То есть это граф. Какой там есть барон. Не барон, а барон. Ну он здоровый такой. Но я не видел, не видел. По звонку оказалось, что он мне звонил ночью. Но я бы все равно не ответил. То есть будьте очень осторожен. Осторожен, внимателен. И глазами не крути, куда попало. Встань где-нибудь в уголок и молись. Вот выполни, что я говорю. И тактика изменится. Никому не подходи, чтобы он видел. А за кем-то увяжись, который дальше отойдет, чтобы он не видел. Не смущать его. Я говорю, образуй группу из людей, которые могли бы на дому собираться, молиться. И заниматься Словом Божиим. А потом его пригласите. Никуда не уклоняйтесь от Библии, от святых отцов ни на шаг. Ни от канонов. Нету у нас таких. Вот вы и рассказываете. Я вот с одним разговариваю. Вроде вы стерлили. Нету. Ну надо жить по Евангелии. Да вот батя, конечно, благословил. И все. Чаще предпринимается. Все. Не одно. Вот просто заблокит. Александр, Александр, мы приехали в Барнаул. Первый день. Первый день. Ни одного человека нету. Жить негде. Вышли только. Отошли в сторонку. Я стал говорить. Сразу же люди стали подходить. И в первый же день мы собрались. И на квартиру приняли. Первый день. Город Барнаул. А где вдруг? В других городах были. Та же самая обстановка. Вот вышли из Москвы. Большой там такой собор. Подальше так отошли. Ну, метров пятьдесят. Я стал говорить. Народ вокруг собрались. Это просто поле. И что? А одна только женщина подошла близко и говорит. У меня раскрыта Библия в руках. Она мне деньги положила там тройку. Помолитесь. Чтобы Хрущев сдох. При Хрущеве. Я говорю. За это мы молиться не можем. Первый раз. Первый раз мы в Германию приехали. И уже остановились. И где? И все. Во Франции то же самое. Один из наших там невесту нашел. А если бы мы тут начали с первого дня призвали священника. Я сказал, что он рассуждает неправильно. А они нас там по-своему. Но осталось доброе звено. И туда вот нас брат уехал. Вот. Виктор Николаевич Савченко. Вот его два брата здесь. Везут Константин, Игорь. А мы с ним вместе жили. И он мои стихотворения, примерно 80, положил на музыку и напевает под гитару. У него талант. Учитель. Вот представьте. Он утром собирается в школу в Потеряевке. Я говорю, ты куда идешь-то? В школу иду, учеников портить. Попробуй так сказать. Ну, то есть программа такая, что это не полезно. А я, говорит, по программе должен говорить. Учеников портить. Я написал стихотворение. Слава Богу, ни украден, ни убит. Ему посвятил стихотворение одно. И он только еще опять. Ни украден, ни убит. Ну, маленько юмора. Улыбнись где. Тактику менять надо. Вот у меня большой недостаток. Никто не знает. Я не могу понять, что мне 85 лет будет вот 10 июня. Уже рядом. Еще два месяца, и мне 85. А я себя веду, как будто студент какой. Я все время со студентами. Начальник детского лагеря. Я не могу войти в этот возраст. Вот утром стою, гимнастика занимаюсь. Там, что сейчас делаю, пойду. Не могу никак представить, что... Надо жить-то, этот, стонать, костылек взять, там, ахать, ехать. У меня минимальная пенсия. Мне не давали работать. Три дня свободно, а где? Вне ведомственная охрана того района, где живу. Но, несмотря на это, у меня три дня свободных. У меня на велосипеде сумка с инструментом. Я еду, глина лежит. Я стучу. Вам нужен печник? Да где его найдешь? Уж ищем, говорит, второй месяц. Да я печник не как-то профессионал. Я техник-строитель. Строительный колледж называют. Технику он кончал. У меня дед бил печником, мама печи ложила. Все. Я зарабатывал, вот сколько за день? Две печи. 70 рублей теми деньгами. Две печи от фундамента трубы. За день. А люди придут вдвоем, в неделю там гуляют. Сделают, она дымит. И каждому, говорю, в течение года бесплатный ремонт. Тонны полторы меньше угля сжигает. Дети по полу ползают зимой. Понимаешь? У тебя что-то должно выпросить такое, чтобы ты привлекал этим. Это последние качества. Привлекательность. А так скажем, что ну что, гундит все время, меня не может сдвинуть. А как бы? Образуй группу. Образуй. А вы могли бы образовать? Не знаю. Вот если бы мы людей не звали в патриархию, я бы мог только, ну примерно 750 групп образовал бы. Но мы людей всех направляем в церковь. А не от церкви. А священник, смиритесь. Молитесь. Дальше будет видно. А священник-то против нас воевал. А когда ему сказали, что наоборот к вам послали, он сразу меняет тактику. Это вы так ко мне, вы знали, что я вас поношу везде. Ну и что говорил тут? Есть такая поговорка, наплевать да забыть. Еще мы будем тут. Нас и так мало осталось. Это хорошо Путин ответил, когда сказали там однополые браки. У нас и так мало народу. Все, Александр, отошел. Спасибо, Николай, господи. Но я тебе целый урок преподал тут. Другие послушали. Простите. С Богом. Какая специфика.